Привет, друзья мои, дорогие подписчики моего канала. Я вот только начинающий человек, который пытаюсь вещать в эфире через YouTube, там ВКонтакте, или где в Facebook. Но мне это интересно, и я хочу рассказать, что случилось со мной 4 дня назад. Ко мне подошел мой старинный друг, такой Андрюша Усачев. Сейчас он занимается корабельным делом где-то в Хорватии. Говорит, Саша, а хочешь в Антарктиду поехать? Я даже почему-то даже без скепсиса сказал, да, я хочу, я поеду. Он говорит, это будет даже совершенно бесплатно. То есть вся экспедиция. Я говорю, поеду, и все. Он говорит, ну то есть в течение 10 минут только вот задание там такое, Буэнос-Айрес должен взять билет. Но он не ожидал от меня, наверное. Я просто достаю телефон, беру Буэнос-Айрес, билет. И все, и события дальше развиваться стали интересным образом. Я, оказывается, попал в экспедицию ребят, которые из Красноярска пошли по Енисею, вышли в северные наши моря, Северно-Ледовитый океан, прошли по море Лаптевых, Новую Землю. Вы представляете, на парусной яхте пройти вот такой маршрут. И пришли в Кронштадт и Санкт-Петербург. Это герой, просто герой. Это настоящие мужики, сибиряки, которые сами построили эту яхту. Притом она не какая-то там европейская, это чисто российская постройка. Гениальные люди. И назвал ее создатель яхты своей дочкой, названием Елизавета. И вот эта яхта пришла в Санкт-Петербург. Конечно, там ее подшаманили, подделали. И, по-моему, в июне этого года она отправилась дальше. Цель-то была кругосветка. Она и остается. И они должны вернуться потом обратно в Красноярск. Представляете, какие люди, какого масштаба люди могут себе это позволить. Дальше ребята пошли уже на Хельсинки, Европа, Португалия и ушли уже на Бразилию. Представляете, да, через Атлантический океан, через Атлантику. Там у нас Сальвадор, Рио-де-Жанейро. И сейчас они, по-моему, они сейчас находятся в Буонос-Айресе и идут уже на самый юг Южной Америки. И попадают на самый южный город мира. Он находится на территории огненной земли, принадлежащей Аргентине. Откуда идет прямой маршрут уже к берегам Антарктиды. Где мы, собственно говоря, должны уже через три дня встретиться. Так что завтра у меня самолет уже на Буонос-Айресе, речу через Париж. И там мы встречаемся уже командой, знакомимся. Ну, самое интересное, что я вчера познакомился. С нами идет зам ДК на Макаровке, это Морской университет наш, питерский, знаменитый. Там даже ни разу не был. Вот вчера пришел такой, говорю, вот мне Игоря бы надо. Какой такой Игорь, там очень военная система. Ну, говорю, какой-то главный у вас-то. Мне надо с ним встретиться, я с ним в Антарктиду иду. Они так раз завели меня, там в кабинет такой стоит, там столько секретартов. Ну, я понял, что я с нормальными пацанами иду. Мне тоже кепку выделили Макаровского университета. Там футболку, там лейбочки, там арктическая экспедиция. Все, меня шарфик дали, как зенитовский. Вот раньше помню, ходил там синий-белый-голубый. Здесь буду Макаровка орать. Ну, то есть я представляю сейчас интересы научной экспедиции от Макаровского морского университета. То есть вот идет вот этот зам ректора Игоря, потом идут с торпом. И два курсанта, там, по-моему, отличники, не знаю, как их там отбирают, там, с нами. Вот мы летим туда, и команда вот там, которая прошла уже с Санкт-Петербурга, и мы с ними встречаемся. И нас 8 человек садится за эту яхту. Я ходил на яхтах, я ходил посреди, и в Хорватии ходил, и в Турции у меня регаты были. Ну, это тепло, это там хоть и штормит, там здорово, работаем. Ну, сейчас-то мы идем немножко по-другому. Когда я раньше читал книжки со школы еще, я помню, там, Джульверна, и... Ну, это фантастика, это, ну, про моряков. Огненная земля – это самые сложные воды вообще мира. Что там столько людей топилось, там, всего, не могли пройти, не понимали, почему это происходит там. То есть там происходят какие-то невероятные вещи. И здесь мне говорят, что, парень, ты можешь принять участие и на паруснике пойти в Антарктиду, не включая моторов, не включая моторов, попасть в Аргентину. Ой, в Антарктиду. Конечно, я даже не думал, я согласился на эту авантюру. Потом мы в чате эту группу организовали, там, в WhatsApp, там, знаете, такие. И они почему-то как-то взяли, гляжу, одни таблетки идут и думаю, что за ребята? То ли наркоманы какие-то, что ли, одни таблетки, какие-то вывешивают названия даже таких, не знаю. И потом до меня доходит, что это от морских болезней. Говорят, парень, ты куда вписался-то вообще? А люди, которые уже в море по 20 лет были просто уже. Ну, это волки такие прожженные, они учатся на это, они всю жизнь. Потому что там, возможно, 6-7 баллов, волны, шторма, яхта там, ну, это будет как спичка там. Ты, может, подумаешь еще, так зачем тебе такое нужно? Ну, у меня уже все. Это была моя мечта детства, на самом деле, попасть в Антарктиду. Это тот материк, которого я бы очень много читал. Столько много протеречивой информации, что там находится и база, там, немецкая Гитлера, там, после войны. И что там американский флот, который ходил туда, был уничтожен какими-то летательными аппаратами. Ну, это факт был такой. На 47-м году, когда американские адмиралы ходили, туда они потеряли целый эсминец, там, и 5 кораблей. Кучу-кучу народу, там, они уже потрепанные оттуда вернулись, там, что разговаривал с людьми, которые реально видели инопланетные какие-то, или, может, планетные наши, земные. Какие-то диски, там, шарообразные, когда выходила техника из строя, вся аппаратура была сломана. И люди это рассказывали, ну, свистят же все, наверняка. И я, конечно, я вообще запутался. Где правда, где ложь там? Правда, я знаю одно, что там было 4 года назад минус 89,7 градусов. Это факт, что это почти минус 90 градусов по Цельсию. У нас на востоке, на станции, температура. Ну, да, я представил, там, и, тем не менее, люди там работают, как-то живут. Что там, правда, точно знаю, что на глубине этой станции нашей, Арктической, нашли озеро по объемам больше, чем Байкал, на глубине 4000 метров. Вот, представляете, вот это озеро, когда оно не соприкасалось с внешней атмосферой. Я не буду оперировать, конечно, научными данными, они говорят, там, 5 миллионов лет, там, 10-100 миллионов лет. Для меня бездоказательно. Ну, по крайней мере, даже если там это 100 тысяч лет, оно не соприкасалось с внешней средой. Вы представляете, какая там цивилизация? Это вот Марс, примерно, или Венера, то же самое и там находится, в вольдах Антарктиды. И сейчас это пробурили, вот такие специальные бур, только наши это умеют делать, как Кольская скважина, 12 километров пробурили. Они там 3200, по-моему, пробурили теплой водой, там, напрыскает. Ну, короче, они 3 километра вниз ушли и дошли до этого озера, взяли пробы. Вы представляете, они взяли биоматериал, тот, который на 80 всего 4% по ДНК совпадает с нашими материалами, бактерией. Тоже уникальная штука, неизвестная, я уверен даже, что это за секрет. Я думаю, когда я туда пойду, я много вещей узнаю, просто я буду находиться в той тусовке людей, которые этим занимаются. Я думаю, вряд ли там это будет скрываться, конечно, многого мне не скажут, но, тем не менее, эти все тайны какого-то этого материка я немножко для себя открою, потому что интерес меня разбирает очень страшный. Ну, и плюс еще, это самая сухая точка планеты, там нету снега, вы верите? Там меньше, чем в Сахаре, в 5 раз меньше остатков, чем в Сахаре, в пустыне. И вот такие толщи льда по 32 километра, там, не, вру, наверное, 16 километров, по-моему, вот самое максимальное и минимальное, там, полтора километра толщи льда. И материк, который постоянно двигается в сторону и айсбергами обрывается, айсберг, представляете, там, самый большой, 213 километров длиной и шириной, по-моему, там, 12 километров. Вот такая дура, это целая, не знаю, какая-то Голландия, вот так вот, раз, откололась и пошла куда-то. Ну, не Голландия, может, чем-то поменьше, там очень много интересных, удивительных там существ, там, начиная от пингвинов, которые, морских котиков, и рыбы, которые вводятся в прибрежных водах, которые, наверное, там ловить, наверное, будем, они красными телами вообще не обладают. Это я немножко не разбираюсь, но они в белокровии совершенно, у них совершенно другая структура, не та рыба, которая, там, мы, которую кушаем, там, или водится в более северных широтах. Очень много чего интересного там, вот я это хочу посмотреть. Гугл-карты изучаю, они почему-то затерты, на самом деле, те объекты, которые там найдены, они почему-то, вот, их сейчас нету. И вообще себя испытать очень хочется пройти по пути Фадея Беленгаузера, русского парня, как он, фамилия что-то не особо, и Михаила Лазарева, который 200 лет назад, ровно 200 лет назад, там, 26 января, если по нашему стилю взять, они пошли за 71 широту и увидели материк и открыли, это считается датой открытия Антарктиды. И вот сейчас, вот, я считаю, это все правильно, что наше правительство финансировало этот проект, празднование этой даты. Надо показать всему миру, что это мы опять были первые, опять же, русские были первые, открыли этот материк, который сейчас никому не принадлежит по конвенции ООН. Но мы были первые, и мы идем именно в ту точку, где Беленгаузер открыл Антарктиду, и практически пройдем по его же пути. Вот представляете, как это круто? И опять же под парусами. Ну, вот немножко, вот здесь даже где-то по спине, вот, такие мурашки знаходят там. И при том с людьми, профессионалами, которым я доверяю. У меня немножко есть опыт, конечно, управления яхтой, там, ну, там немножко другие условия совершенно. Я даже не представляю, какую одежду одевать там. Ну, думаю, справимся все равно. Вот такой мне маршрут предстоит в скором времени. И я хочу сказать, чтобы вы оставались на канале, следите, будет возможность, я буду всегда вещать, рассказывать о своих ощущениях. Хочу просто именно пропустить через себя, там, ну, пробой на Сайрос, там, Аргентину, примерно представляю, что там. Ну, тоже интересно. Потом мы, когда в Антарктиду сходим, примерно у нас 3-4 дня, по-моему, у нас от южной точки Аргентины, а обратно у нас там течение идут в другую сторону, поэтому мы будем в страну Чили заходить. Вот, ну, с левой стороны, более запад. Потом мы слетаем на ее Гасу, на самые большие водопады. Я уже там был, уже это все знаю, я там гидам буду уже у ребят выступать уже. И потом уже обратно в Аргентину. Если интересно, следите там, эти там всякие там лайки ставьте, там, вот, чтобы меня стимулировать. Идите за моими путешествиями, я буду выходить в эфир. Как только смогу, буду много фотографировать, там, флаг соснового бора повешу, что пусть знают наш город. Флаг флеша повешу, фирмы самой лучшей, чтобы мы гордились нами. И вообще звание русского человека будем нести и говорить, что все-таки мы такие крутые парни на этой планете. И чтобы нас не чмырили, а то, что мы двигали свои идеи в этом мире, все-таки мы самые лучшие на этой земле.